Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, сегодня мы посмотрим дом, побываем внутри дома, в котором живет семья из пяти человек. Двое взрослых, двое достаточно взрослых детей, один маленький член семьи. Вот так выглядит дом снаружи. Его особенностью является то, что он не закончен, он не достроен. И по собственному желанию можно придать этому дому индивидуальность. Та семья, которая сюда въедет, безусловно, сделает что-то не так, как предусматривалось это по проекту, как хотели, возможно, хозяева, которые сегодня гостеприимно разрешили нам побывать внутри. Особенностью этого дома является огромный участок. Посмотрите, какой сад. Общая площадь участка, который расположен и имеет форму буквы L, составляет 3500 квадратных метров. Поскольку дом решили продавать, вы видите, что в саду нет газона, который так привычен нам по другим видео. Газон, безусловно, можно сделать, можно засадить. И нет изгороди вокруг дома, живой изгороди. Обычно итальянцы не ставят высокие заборы, но ставят забор из зеленой изгороди. Я тоже об этом рассказывала. Часто используют кипарис и часто используют специальные растения, которые здесь в Италии как раз-таки служат для того, чтобы иметь большее прайвеси. Ну что ж, с разрешением зайдем в этот действительно красивый дом. Посмотрите, как просторно. Мы находимся с вами в Соджорно. Ничто иное, как жилая зона, зал. Жилая площадь этого дома составляет 185 квадратных метров, а общая площадь 419 квадратных метров. Это то, о чем я говорила. Определенное количество квадратных метров, определенный тип комнат не считается, либо считается с коэффициентом. Например, постирочная, например, гардеробная, санузел также. То, с каким коэффициентом зачтется тот или иной санузел, зависит также, имеет ли он окно отдельное, либо не имеет. Естественного освещения в Италии все очень и очень интересно. Но, с другой стороны, если нам даже это кажется непривычным, когда ты с этим знакомишься чуть-чуть поближе, действительно все очень и очень логично. Итак, общая площадь 419 квадратных метров, желаю 185 квадратных метров. На первом этаже находится Соджорно, в котором мы с вами как раз-таки только что были. И вот такая большая кухня, соединенная, получается, со столовой в нашем представлении. Со всех сторон имеется выход в сад, индивидуальный выход в сад. Это позволяет, кстати, летом практически никогда не пользоваться кондиционером, а именно проветривать, устраивать сквозняк и естественное вентилирование. Вы можете заметить, что дом не имеет по стенам радиаторов, привычных нам, потому что в последнее время в Италии чаще всего все-таки отопление через пол происходит. Дом имеет сертификат А, если говорить о классе энергетика, это очень важно в Италии. Не знаю, в России сейчас придают этому значению. В Италии эта сертификация обязательно, без нее не совершается ни одна купли-продажа жилья. И класс А означает, что вы будете тратить чуть меньше денег, чем тот, кто живет в жилье класса Б. Класс АА, либо ААА+, будет означать, что эти люди практически не тратятся на, допустим, обогрев в зимний период. Поэтому иметь всю документацию в порядке и иметь класс А и выше, если говорить о сертификации жилья, сейчас в Италии это очень важно, на это обращают внимание. И это очень влияет на цену. Мы находимся с вами на кухне. Газовая плита СМЭК. Посмотрите, как красиво. Хозяйки, все, кто любит готовить, большой вам привет. Это так называемая Пеннизула, остров. Не знаю даже, как корректно на русском называется. Но в Италии это называется, если переводить дословно, остров. И посмотрите, мечта любой хозяйки – это раковина. И непосредственно рабочая также панель, которая выходит в свой собственный сад. Перемещаемся в Соджорно. В Италии очень любят большие диваны, придают им большое значение. И на первом этаже расположена также небольшая ванная комната. Я тоже рассказывала, что для Италии это очень традиционно иметь небольшой туалет для гостей. То есть люди, которые приходят в дом, как правило, пользуются именно этим санузлом. И есть также небольшая постирочная мечта любой хозяйки. Кстати, за своими знакомыми я заметила, что если в доме не имеется постирочной, очень часто она в том или ином виде организуется в какой-то из комнат, которая могла бы быть, допустим, небольшой спальней. Мне нужно уточнить, но из того, что я видела, в Италии все ванные комнаты оборудованы также душевой кабиной. Ее, конечно, можно убрать по желанию, но в целом итальянцы, как правило, оставляют душевую кабину. Как в данном случае, она находится непосредственно за дверью. В агентстве знают, что я снимаю рум-туры и рассказываю о том, как живут итальянцы. Меня очень попросили заснять эту постирочную. Сказали, Яна, я знаю, что ты показываешь, как пример для подражания то, как мы одеваемся, то, как мы живем. Но вот, пожалуйста, посмотри, как бывает среднестатистическая постирочная. Здесь я могу согласиться. В моей постирочной я недавно расслаблялась, вы сами видели. И действительно, постирочная – это место, где ты хранишь все для уборки и где ты, как правило, гладишь, очень часто сушишь вещи. Ну что ж, перемещаемся в соджорном и поднимемся сейчас на второй этаж. Но, представляете, вот я прямо-таки забыла во время монтажа, что на первом этаже находится также еще одна ванна и кабинет. Сейчас мы их посмотрим, прежде чем подняться на второй этаж. Ну что ж, небольшая комната, которая ведет к еще одному туалету. Он несколько больше. Эта ванная комната несколько больше. Оформлена примерно так же, как и предыдущая, в оранжевых тонах. И находится рядом с кабинетом. Но в этом кабинете может быть спальня. Очень часто итальянцы, когда достигают определенного возраста, предпочитают не подниматься по лестницам и любят, чтобы спальня располагалась на первом этаже. На втором этаже располагаются гостевые спальни. Располагается, возможно, гардеробная, которая посещается несколько реже в течение дня. Вот так выглядит кабинет. Итальянцы очень любят старинную мебель. У всех, у кого я была именно в кабинете, присутствует так или иначе старинная мебель. Это может быть письменный стол и все остальное современное. Это может быть какой-то сервант, шкаф, который достался по наследству. Также здесь мы можем видеть, что модерн соседствует с классикой и, возможно, даже с антиквариатом. Очень хотелось меня спросить, не имеет ли отношения к блогерству владелец этого дома, но не стала я уж настолько совать свой нос в чужую жизнь. Картины, по всей видимости, обитатель этого кабинета любит живопись и все-таки является больше приверженцем именно классического стиля. Посмотрите, какая интересная мебель. И она, безусловно, имеет возраст, который позволяет смотреть на эту мебель с особым уважением. Внутри были размещены очень интересные предметы, возможно, коллекция. Очень мне хотелось спросить, что же это такое. Старинные ткани и старинные статуэтки, похожие на кукол, а также старинный сервес. В ванной. На момент съемки в ванных не хватало зеркала. Это ванная большая, она находится на втором этаже. И это так называемая супружеская ванна. Как правило, самая большая ванна принадлежит, конечно же, родителям. По этой лестнице я поднялась и сначала показала вам ванну. А это комната, где располагаются двое взрослых детей. Вот так она выглядит. И я заметила, что у этого дома есть одна особенность, которая делает его похожим на мою квартиру. Это отсутствие штор. И, кстати, могу сказать, что у меня есть очень хорошая подруга. Она работает прокурором, то есть у нее такая весомая должность. В ее доме тоже окна в пол. Достаточно близко расположены соседи. И не имеется штор. Кстати, в Италии, если наши окна друг на друга смотрят вечером и днем, этот факт не особо смущает итальянцев. В Италии принято иметь красивую домашнюю одежду. Принято ходить дома так, как ты мог бы открыть тому, кто вдруг позвонит тебе в дверь. Соответственно, близость домов, и очень часто именно по этому расположению цветов на подоконниках, но в Италии внешние подоконники не смущают итальянцев. Вот на самом деле окна могут смотреть друг на друга из дома в дом, но, насколько я поняла, у итальянцев это не вызывает какого-то дискомфорта. Когда становится темно, как правило, закрываются ставни, и это тоже дает большая privacy. Мы понимаем, что днем меня и так не видно. Если я зажигаю свет, обычно в это время у итальянцев принято закрывать окна. Зимой это делают также потому, что таким образом лучше сохраняется тепло внутри помещения. А летом, кстати, у итальянцев тоже очень часто закрыты ставни, либо так называемые топореллы. Это тоже связано с тем, что таким образом помещение внутри раскаляется чуть меньше. И когда действительно стоят жаркие дни, именно это позволяет, то есть не прямое солнце, точнее не попадание прямых солнечных лучей в жилище, позволяет сохранить некую прохладу. Ну и тратится, конечно же, меньше на кондиционер. Кстати, в этом доме я не заметила кондиционеров. Возможно, я их просто не увидела. Нужно будет уточнить, есть ли они. Большая терраса, 40 квадратных метров. Посмотрите, у нас легкий снег, поэтому на террасу я не выходила. Но если выйдешь на террасу, то можешь любоваться своим собственным садом. Очень и очень красиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас мы посмотрим на супружескую спальню. Как правило, эта спальня самая большая. Здесь маленькая кроватка стоит для маленького члена семьи. И вот так выглядит спальня. Субтитры Алексею Дубровскому! И еще одна ванная комната, еще один санузел. Он несколько меньше, чем тот санузел, который я назвала супружеским. Но, возможно, он просто из-за своих размеров он чуть больше отдан детям. Кстати, так же, как и в нашей семье. Ну а этим санузлом, несмотря на то, что он чуть меньше, пользуются хозяева этого гостеприимного дома. Не могу не напомнить, что я сотрудничаю с агентством, в котором есть прекрасная Наталья. Наталья говорит на чистом, красивом русском языке. Также может ответить на все ваши вопросы в комментариях, либо в личной переписке по почте. Я оставлю в инфобоксе всю информацию. И так же, я думаю, по WhatsApp не составит труда по рабочему WhatsApp ответить на все интересующие вас вопросы. Ну что ж, я благодарю агентство Real Estate за то, что организовало эту встречу, этот рум-тур. Я благодарю сердечно хозяев этого дома. Желаю им поскорее продать то, что они хотят продать, и купить то, что они хотят купить. Сейчас же покажу вам сад. Я дошла до самого-самого конца этого сада. Он действительно прекрасен и может стать еще более красивым, если заняться ландшафтным дизайном. По поводу цены также уточняйте в инфобоксе. Ну а я, как это принято говорить в конце своих видео, на этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok